Продолжение следует... 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 Бога и Отца, и Причастия Святого Духа буди со всеми вами. И в Славовном Твое имеем сердца, и нам и ка Господу даем Господа. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. И в Славовном Твое имеем сердце, и нам и ка Господу даем Господу даем Господу. ПЕСНЯ 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 Слава Твоей истины. Иди в сердце, иди в нам. И дашь нам иди, ими устри, ими сердцем сладким и укреватим, Ждей, смотри, когда пройдет Твоя, воск Саврица и可是 святого Духа, И присоединяйте Ребят к Богу! Он говорит, что мы не вправе у Бога требовать отчета в том, что с нами произошло. Потому что бывают такие события, которые с нами происходят, и мы не знаем за что, почему случилось со мной то или иное действие. Кто-то заболел неожиданно, у кого-то машина неожиданно сгорела, у кого-то случилось что-то в семье потеряло, кого-то оборвали, кого-то ограбили. Да мало ли что-то может в нашей жизни случаться. И мы смотрим на свою жизнь и говорим, за что? Мало того. Говорим, за что, Господи, Ты меня наказываешь? Часто мне, как священнику, приходится слышать такие слова у адра смертного, у гроба вернее, когда родные и близкие плачут и говорят, за что же, Господи, это все произошло? Почему же так получилось? И это вполне понятно и, естественно, оправданно по-человечески. Ну вот, запали мне в душу слова отца Валентия, который говорит, мы под Бога отчетов не вправе требовать, потому что Бог, я Ему, Богу, не указ. Это Он, как сказано в Священном Писании, Дух дышит, где хочет. Это Он волен. Понятно, что Он у меня наделил, Господь, Бог свободной волей. Выбирать между добром и злом, между тем, чтобы послушаться Бога или противиться Ему. Вот и в сегодняшний день многие люди противятся Богу, не хотят идти в Храм Божий, каяться, молиться, причащаться святых христовых тайн. Отчасти, может быть, просто и не знают они об этом, но и не хотят знать. А кто-то захотел, кто-то захотел к Богу прийти, каяться, пособороваться, принять тайство Еле и освящение для здоровья, поисповедавшись, получить прощение своим грехам и причастившись святых христовых тайн, соединиться, как Господь говорит, во мне пребывает Иисус Христос, и я пребываю во Христе. Вот эти вот вещи, важные для христианской жизни. Вернемся к событию, когда Марфа упрекнула Иисуса Христа, как же Он ответил на эти слова? Он говорит, Марфа, Марфа, когда человек произносит два раза одно и то же имя? Когда хочет привлечь особым образом внимания человека, не просто, как говорится, тебе один раз скажешь, ты и не слышишь, второй раз повтори, а то и третий. Говорит, Марфа, Марфа, печешися и молвишься от носа. То есть, заботишься по печенью, да, печешися. Заботишься ты о многом, печешися и молвишься. То есть, молвить говорить о многом. Но это все единственное на потребу. Ты сейчас приготовишь. Как это часто бывает? Приготовили, гости пришли, поели, посуда осталась грязная, помыли. И говорит Господь, что это едино есть на потребу. Эта потребность есть, но она единственная. Она возникла потребность. Удовлетворил ты ее на какое-то время. Голод свой удовлетворил и все отпустила. Потом она опять возникнет, эта потребность. Но Он говорит Марфе, что Мария избрала благую часть. Что такое благую? Это не просто добрую часть. Можно перевести как добрую часть. Благо, добро, да? Но здесь смысл более глубокий. Когда некий человек подошел к Иисусу Христу и сказал Учителю благи, обращаясь к Нему, хотел вопрос задать. Учитель благи. На что его Иисус остановил. Ты почему, говорит, меня называешь благи? Никто не благо, только Бог. Поэтому, когда мы говорим благая часть, благо, это все созвучно с Богом. Это от Бога. И вот Иисус говорит, благую часть избра, которая от нее не отырится. Почему не отырится? Потому что был Бог вечный. Бог вечный. И то, что она избрала слушать Божие Слово, она избрала для вечности. И просто так поели, насытились до следующего раза. А здесь избрал Бога. И уже не отырится от тебя Бог. Уже присутствие Бога будет в тебе не только, когда ты вот сегодня в храме исповедовался, причастился, вышел из храма, пришел к себе в отряд. А Бог-то тоже бы с тобой пришел туда в отряд. И какие бы искушения с тобой не возникали, ты знаешь, что ты с Богом. А как сказано, что я ко с нами Бог, Господь просвещение моей, Спаситель, кого убоюся, Господь защититель живота моей, только в жизни моей, от кого устрашуся? От огня устрашуся, от дыма устрашуся, от меча, от воды глубокой, от пропасти земной, от высокой горы, скалы, от кого я устрашуся? Или когда меня будут запугивать, что-то мне увещевать такое, что душа моя не может принять. А Бог-то со мной и не устрашуся. Замечательная история произошла, когда пришел человек к врачу и говорит, Господи, что мне принять от беспокойства? Доктор отвечает, примите волю Божию. Тогда беспокоишься, что он покидает человека, когда он принимает Божию волю. Жил некий голубь, и каждый раз перелетал из гнезда в гнездо, все ему казалось, что плохо пахнет. В другом гнезе тоже. И вот старый голубь, вот, перелетал, перелетал, старый голубь говорит, Слушай, это от Тебя самого уволняет. Поэтому нужно смотреть то, что в нас. И наружу это откликается. Наружу и не нас. Дай Бог нам всем с вами. Бога. Бога. Будем прочищаться. Святых Таих Христов. Слава Богу. Аминь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сын Бога Жива. Сын Бога Жива. Решай ты мир грешное спасти. Решай ты мир грешное спасти. От них же первый есть ему пас. От них же первый есть ему пас. Ищи веру. Ищи веру. И самое причистое тело Твое. Иси я и самая честная кровь Твоя. Иси святая самая честная кровь Твоя. Боюсь и блоги Тебе. Помилуй меня. И прости мне предрешение мое больное и невольное. И прости мне предрешение мое больное и невольное. Я же словом, я же делом, я же веденем и неведенем. Бесподобие мя неосужденного, причаститеся при чистых Твоих таяцах. В оставление грехов и в жизнь вечную, аминь. Вечая Твоя тайная дни, Сыне Божий, причастника, мя прими. Не по врагам Твоим тайну повер, не лап заняти нам, яка Иуда, но я по разбойник исповедую Тя. Помени меня, Господи, во Царствие Твое. Да не в суд или во осуждение, будет мне причащение. Святых Твоих таинств, Господи, новое исцеление души и тела, аминь. Новое исцеление души и тела, аминь. Причащаться можно только после исповеди на Тащане, предварительно прочитав каноны моритвы по святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Собъясню absolute honors Субтитры подогнал «Симон» И похваление Пресвятой Богородицы не разрывно связано между собой. Как они связаны? А связаны тем, что Пресвятая Богородица понесла свой крест именно до конца. Крест я очень тяжелый, и это было предсказано с Симеоном Богоприимцем, когда Господь Иисус Христос еще маленьким младенцем был предпринесен храм, предосвящение Богу, и Симеон, праведный Симеон, движенный Духом Святым, сказал, что тебе душу пройдет оружие, и к тебе будут также обращаться за помощью. И так и получилось. Что это за оружие? А те вот страдания, которые она принесла. Зная, что кто такой ее сын, вот сердно слагалась своим сердцем, никому об этом не рассказывала, все это хранила в себе. Представьте, как это тяжело, как это трудно все в себе носить. И самое главное, что она принесла это с большим очень терпением. И дошла до того, что присутствовала на казни своего сына. Это, конечно, трагедия для матери, когда видят, что ребенок ее умирали, да еще казнят таким методом несправедливым. Она это понимала, что это несправедливо было, конечно, вот такое поношение Господа Иисуса Христоса. Почему такая была несправедливость? Ну, люди не особенно любят, когда им правду говорят. А Божия правда, она вот такая нелицеприятная. И поэтому, когда человеку говорят правду, не каждый человек может такую правду выдержать. Хотя правда, она всегда, всегда, в конце концов, восторжествует, в конце концов, в любом случае. И сразу это бывает. Бывает через большое промежуток времени, где-то через маленький промежуток времени. Ну, вот она такая правда Божия, никуда от этого не денешься. И вот эту правду Божию, конечно, понимала, что она произойдет. И эта правда не давала тем людям, которые окружали Господа Иисуса Христа, находиться в таком равнодушии. Вообще, Слово Божие, оно как меч об обоюдно острый. Или кто-то его принимает, это Слово, или его люди не принимают. Начинает оправдывать себя. Значит, жизнь свою оправдывает. И так она сложилась в моей жизни. Кто-то виноват в твоей жизни. И не всегда нравится людям, именно вот когда говорится правда, правда, правда Божия. Поэтому столько было противников. Не хотели, прежде всего, такую правду иметь те люди, которые в то время жили. Они другой правде думали. О своей правде. Как есть такое выражение, у каждого своя правда. Но правда Божия, она стоит вне зависимости от людского мнения. Она находится над людьми, правда Божия. Поэтому против ее, как говорится, не пойдешь против правды Божией. Вот такая правда именно шла от самого Господа Иисуса Христа. Конечно, не все эту правду выдерживали. Хотели идти против этой правды. Но когда люди идут против правды Божией, ничего хорошего не получается. И вот Пресвятая Богородица именно пронесла все, что она знала о ее Сыне Божественном. Сам его рождение. Когда было чудесное рождение. Когда он был подростком. Все это наслаждало в своем сердце. И находилось всегда рядом с ним. Поэтому мы сегодня с вами, вчера вечером, и сегодня именно восхваляем Пресвятую Богородицу. Особенно торжественно. Читаем ей Акафист. Один из самых красивых песнопений. Это Акафист. Радуйся невеста, не невеста. Ну, Матерь Божия, она вот нам показывает замечательный пример в своей жизни, как она все это претерпела, выдержала. Нам тоже такой дается пример, чтобы мы и мы тоже в нашей жизни старались это все переживать, претерпеть. И ведь она же врагов прощала, видела этих врагов, видела, какая смерть была, страшная смерть была на кресте. И она даже была простить, все это в своем сердце сохранять. Вот представьте, какое сердце было у человека. Бог ей дал именно силы такой все это перенести. Вот и нам тоже надо просить, как и Пресвятой Богородице, стараться все, что в нашей жизни не случается, и хорошего, и плохого. Чтобы именно переносить с благодарностью. Вот старинные люди, мудрые, они так и говорили, только благодарное сердце бывает счастливым. Вот это надо задуматься, да, если мы почаще благодарим, вообще благодарим, то и сердце наше успокаивается. А если мы не благодарим, то мы знаем, что происходит. Это суждение друг друга, это ненависть и злоба, так называемая злоба. А вот древние люди, они изображали злобу в виде змеи, которая пожирает сама себя с хвоста. Вот что такое злоба. Человек сам себя съедает от злоба. И когда человек находится в таком обозленном состоянии, то, естественно, доброго в жизни у него ничего не будет получаться. Пусть он как-то кого-то над кем-то восторжествует, над слабым более кем-то, да, но счастья-то у него не будет. Вот умные люди говорили, да, вот только благодарное сердце было счастливым. Естественно, что мы с вами тоже хотим быть счастливыми людьми. Но счастье – это ведь состояние не, прежде всего, не внешнее. Вот что такое благополучное, все замечательно и хорошо, и мы живем в комфорте, в таком неком уюте. Я знаю множество примеров, когда люди, кажется, живя в таком достатке, совершенно были несчастливыми людьми. Но счастье – это, прежде всего, состояние внутреннее. Отсюда надо исходить. Вот если мы умеем именно с благодарностью относиться ко всему, что с нами происходит, Бога благодарить, болезненных своих людей благодарить, то постепенно у нас другое отношение к жизни складывается. А это очень важно. Поэтому, дорогие мои, братья и сестры, я вам желаю, что вы, прежде всего, старались почаще просто благодарить, Бога больше, чаще благодарить. Вот мы даже сегодня с вами причащались этой Божественной Христовой Таней. Это тоже благодарность Богу. Что мы сейчас с вами совершали, причащались, тело Христова – мы Бога благодарим. И когда мы благодарим Бога, то у нас на сердце происходит мир. Конечно, внешние обстоятельства действуют на нас, люди действуют в разных условиях. Здесь, конечно, другие совершенные условия, сконцентрированы в таких людских отношениях между собой, когда в таком замкнутом пространстве люди относятся. Именно вот здесь, конечно, нам очень важно научиться везде в жизни, не только здесь, а вообще везде в жизни, именно научиться всегда с благодарностью воспринимать то, что Господь нам посылает. Это непросто, но это важно. Это очень важно, чтобы наша жизнь складывалась именно к лучшему, к счастью. Потому что если человек начинает благодарить, пусть его жизнь не сложилась сначала так, всякое бывает в жизни, и человек спотыкается, но перенося это все с благодарностью, его жизнь постепенно начинает исправляться. Сразу ничего не бывает. Это, как говорится, сразу некое только желание и торопливость человека быстрее, чтобы было все хорошо. А ведь человек изменяется-то не сразу, постепенно изменяется. И нам надо именно постараться, чтобы к Богу и вообще к обстоятельствам нам относиться с благодарностью. Я вам этого желаю, дорогие мои, чтобы Господь вас миловал, давал вам большое терпение, благодушие, как ни странно. Сегодняшний мир, кажется, далек от благодушия. Везде показывают такие отношения среди людей. К сожалению, это даже как-то и концентрируется и на средствах массовой информации, дается некий негатив. А ведь хорошая-то у нас есть в жизни, тоже жизнь есть. Правда же есть? Есть обязательно, будет наша жизнь и хорошая. Есть и будет в нашей жизни хорошая, если мы к этому так относимся. А если видеть только негатив, только злобие, то ничего хорошего не будет. Обозлимся мы, да и счастья не будет. Кто хочет, будет жить со злым человеком, скажите, да? Нравится вам быть вместе со злым человеком? Я думаю, никому не понравится. Тут рядом с нами живет злой человек. Мы знаем, что у примеров, когда люди даже в самых жесточайших условиях, оказывали большую, огромную, огромную любовь ближним своим. Даже в таких вот условиях. Наши вот мученики, новомученики наши, именно российские, церковь российская, просто люди верующие, не обязательно священники, священные служители, но и миряне, являясь искренне верующими людьми, именно все переносили с благодушия. И с ними-то, оказывается, людям было хорошо. И они желали, чтобы такие люди были рядом с ними. Потому что от такого человека получишь утешение. Такой человек может тебя понять. Он может с тобой просто помолчать. Хоть ничего не скажет о кого, кажется, умного особенно, но он может с тобой помолчать. Разделить свою просто беду. Или просто твое какое-то, ну, плохое состояние. Не очень хорошее состояние. Вот смотришь, как-то человек разделил свою беду, у тебя все начинает так и налаживаться. Дорогие мои, я вам этого желаю. Милости вам Божией. Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть вас Бог всех милует. Господь с вами. С праздником! С праздником!